Всем привет, парни! С вами Константин Лазарев и вы на канале Лазарев Таксил. Не забудьте подписаться на меня ВКонтакте, в Телеграмме, в Рутюбе и на Дзене. Ссылки в описании и внизу экрана вы сейчас можете видеть все названия моих каналов. Сегодня я нахожусь на форуме Армия 2024 в демонстрационном центре концерна Калашников, где я хотел бы вам показать некоторые интересные образцы, которые я нашел в их разделе, которые касаются именно огнестрельного, боевого и гражданского оружия. Но, наверное, одно из самых актуальных сейчас изделий от концерна это прежде всего гладкоствольное ружье. Немногие знают о том, что это такое вообще существует и на самом деле вот где-то на полигонах я его практически не встречал, что уж говорить про какое-то реальное применение. Но на самом деле в номенклатуре силовых структур, в частности в МВД, есть гладкоствольное ружье, полуавтомат на базе, по сути, Сайги 12-й. Это карабин КСК, карабин специальный, дальше не знаю, как расшифровывается, КСК 18,5. То есть это стандартный гладкоствольный карабин, использующий гладкие патроны, который имеет возможность вести полуавтоматическую стрельбу, состоящую на вооружении силовых структур. О том, что сейчас такое нужно и востребовано на фронте для борьбы с дронами, ну, я думаю, никому, наверное, уже даже говорить не нужно. И, в принципе, вот именно вот этот карабин мог бы стать отличной альтернативой тех там двух стволов, каких-то помповиков, которые сейчас очень так точечно используются на фронте. Особенность конкретно вот этого карабина, который вы видите здесь на стенде, у него там удлиненный ствол, но это не сам ствол, это установленный чок, который в том числе мог бы позволить бороться и с дронами, и у ИЦА, в том числе, кучу. В том числе здесь установлен новый приклад и, насколько я понимаю, новый приемник магазина. Идем дальше. Одна из самых, наверное, интересных новинок на стенде концерта Калашников в этом году, это новый гражданский пока что карабин рекорд в калибре 7,62х54, который является, ну, скажем так, некой модернизацией внесения глубоких изменений в конструкцию боевой военной винтовки СВ-98, как ее называют, М, да, но на самом деле, по официальным документам, она не М, просто СВ-98. Вот, значит, в чем особенность данной винтовки? Как я уже говорил, то есть базой, основой для него послужила СВ-98 военная, но по факту вот даже внешний вид крайне сильно отличается. Вывешенное цевьё, соответственно, не несет на себе никакой нагрузки, никак не зависит точка попадания от того, как вы цевьё там, на что установите, упрёте. Цевьё с элементами установки интерфейса М-Лок, соответственно, сверху Пикатинни у нас, снизу М-Лок, вы тоже, ну, как видите, можно поставить здесь, соответственно, какие-то сошки, штатив. Сейчас новый приклад винтовка получилась с большим количеством, с большим количеством возможностей регулировок, да, в том числе вот небольшой даже мини-штативчик у нас здесь появился, да. Значит, что ещё? Видоизменилась рукоятка, сама винтовка стала чуть легче и, наверное, одно из, скажем так, самых-самых новых и приятных для многих, в том числе изменений, это новый магазин. Концерн Калашников показал новый теперь полимерный магазин на 7Ш2 на 54, который в том числе не только для этой винтовки разрабатывается, но и будет подходить к стандартным винтовкам СВД всех модификаций. Как утверждается, такой магазин вполне возможно скоро появится, в том числе, может быть, он будет доступен и в гражданских вариантах, ну, я даже думаю, что так точно и будет. Слегка видоизменился предохранитель. Болтовой затвор вот таким вот образом у нас выглядит. Сейчас попробую спуск. Спуск достаточно мягенький, приятный, такой информативный, то есть, когда срыв у нас происходит, понимаем. Ну, приклад складной, не уверен, что я смогу его нажать. Вот здесь у нас находится, соответственно, механизм складывания. Пока что это гражданское оружие. Не исключено, что появится и боевая военная версия. Самая горячая и самая любимая мною новинка от концерна «Калашников». Все вы знаете мою большую любовь к пулеметам. РПЛ-20. Новый пулемет с ленточным питанием под боеприпас 5-45. В этом году про него рассказали более подробно, но об этом вы увидите отдельный сюжет. Новинка, которую в этом году показали вообще, в принципе, впервые. Это 40-миллиметровый гранатомет, экспортная версия. Этот гранатомет пока не предусмотрен, скажем так, для постановки на вооружение в наши вооруженные силы, какие-то структуры, да. Но, скажем так, никаких проблем, чтобы это сделать, если вдруг заказчик этого попросит, нет. Сейчас более подробно о технической составляющей данного изделия, об алгоритме и интерфейсе его работы нам расскажет специалист концерна «Калашников». Гранатомет разрабатывался в интересах иностранного заказчика, но сейчас по определенным оценкам он имеет модернизационный потенциал в части возможности использования его для рядом наших силовых структур. Значит, особенности его следующие. Ну, во-первых, традиционно, уже для современного оружия, это амбидэкстрия, то есть возможность управления оружием как с левой, так и с правой стороны. Это касается переводчика предохранения, который имеет положение, собственно, огонь и предохранение. Значит, заряжание, перезаряжание оружия происходит с помощью клавиши, которая регулирована с обоих сторон, путем нажатия и отведения ствола либо в левую сторону, либо в правую сторону, ну, в зависимости от левша-правши. Выстрел, стрельба происходит путем нажатия вот на эту переднюю клавишу. Вот, то же самое, либо левая, либо правая рука. Еще из интересных моментов, это то, что по требованию заказчика данный образец имеет возможность установки на автомат Калашникова различных вариантов исполнения, имеющих стандартизированные элементы крепления, которые характерны для автоматов, начиная с АК-74, без демонтажа элементов оружия. Помимо этого, в комплекте с гранатометом может идти модуль, который позволяет введение стрельбы отдельно из гранатомета, отдельно от автомата. Устанавливается он также достаточно легко, и в данном случае мы имеем вот такое оружие, достаточно компактное, легкое оружие огневой поддержки подразделений, со всеми атрибутами, которые характерны для стрелькового оружия. Как то, эргономическая рукоятка управления, регулируемый по длине приклад, приклад имеет возможность сложения, и в результате получаем такое компактное оружие. В этом году на армии показали обновленный пистолет ПЛК, его спортивную версию. К сожалению, сейчас она на стенде не представлена, но я могу вам вкратце рассказать о том, какие изменения будут внесены в эту версию. Во-первых, наверное, самое заметное в мене, что наконец-то на ПЛК, ну и вообще на линейке касталец Лебедева во всей, в будущем, я надеюсь, появится площадка под коллиматор, ну, соответственно, съемная, да, причем в зависимости от того, какой у вас коллиматор, вы сможете поставить один или другой переходник и установить нужный вам коллиматор, то есть они рассчитаны под самые распространенные типы крепления, да. Еще одно знаковое отличие, скажем так, и знаковое нововведение, это наличие на новых ПЛК предохранителя на спусковом крючке пистолета. В этом он чем-то будет напоминать пистолет ГЛОК, ну, по форме он больше будет похож на тот предохранитель, который вы могли видеть на пистолете ГШ-18, при этом механический предохранитель все равно на пистолете останется. Помимо этого, также будет несколько видов изменена, и станет более удобной кнопка экстракции магазина. Еще из новостей, уже серийный пистолет УДАВ, про который вы могли видеть большой обзор на моем канале, он представлен уже на стенде, соответственно, концерна Калашников. Как вы знаете, сейчас концерн Калашников управляет Циньи Точмаш, на стенде концерна можно увидеть образцы вооружения разработанной Циньи Точмаш, в том числе показали теперь уже серийное изделие, именно так будет выглядеть пистолет УДАВ в серийном своем исполнении. Из отличий покрытия затвора, новая рукоятка, новая форма, новый ее, скажем так, ну, рельеф, наверное, да, можно так сказать, новая там консистенция. Вот, показана как специальная версия, то есть с удлиненным столом и с высокими прицельными поставлениями с работой, для работы с банкой, и общевойсковая, соответственно, версия. Также на этой армии концерн Калашников представил обновленное ружье гладкоствольное МР-155. Особенность этого ружья в том, что оно позиционируется как оружие для борьбы с дронами. Для этого у него есть несколько, скажем так, ну, может быть, не каких-то, скажем так, революционных нововведений, но которые улучшают его, скажем так, ТТХ в борьбе именно с БПЛА. Во-первых, под, ну, скажем так, не то чтобы под требования, да, но поскольку военным необходимо прицеливаться, как-то, да, на данное ружье установлены механические прицельные приспособления, то есть мушка и целик. Помимо этого, здесь также установлена планка Пикатинни, уже штатная, то есть чтобы можно было поставить коллиматор, удлинен магазин на два боеприпаса, то есть теперь в самом магазине шесть патронов и один можно в ствол еще снаряжать, плюс здесь одна из самых новых версий приклада, который сейчас устанавливается в том числе на боевое оружие от концерна «Калашников», это приклад «ЭВА» пластиковый, то есть ружье максимально модернизировано и заточено именно под цели задачи борьбы с дронами. Хотя, ну, по факту так, если разбираться, это, в принципе, старый добрый МР-155. Еще немножко новинок. Показали новое цевье, новый вариант боевого автомата АК-380 с новым цевьем. Это, напомню, исключительно экспортный вариант. Постановка такого на вооружение в России пока не планируется. Ну, вот просто вдруг кому-то интересно. Интересная для владельцев гражданского оружия новинка это ТР-9, ну, грубо говоря, можно назвать его ТР-9 Ген-3, хотя на стенде он так не называется, но, по сути, так оно и есть. То есть это третья генерация гражданского карабина на базе АК-12. Самая свежая версия. Здесь уже все есть самые свежие плюшки, то есть предохранитель, приклад, рукоятка, цевье, крепление дульного устройства. То есть все то же самое, что вы видели на самом свежем боевом автомате АК-12, про который у меня, кстати, есть отдельное видео на канале. Только теперь такой есть гражданский карабин. Это в калибре 5.45. Друзья, на сегодня это все. Это были самые интересные для меня новинки на стенде концерна Калашников, о которых я попытался вам рассказать. Это все, что касается ручного, боевого и гражданского огнестрельного оружия. Напишите в комментариях, что вас заинтересовало больше всего, о чем вы хотели бы, может быть, узнать более подробно. Конечно же, посмотрите остальные. Мои выпуски с этой армией, там будет много всего интересного. Может, вы их даже уже и видели, на самом деле. В общем, пишите все в комментариях. Не забывайте подписываться на меня в ВКонтакте, в Телеграме, в Дзене и в «Спасибо большое за испорченный кадр». Побольше бы таких людей. Не забывайте подписываться на мой ВКонтакт, Телеграм, Дзен и, кто бы мог подумать, что я это скажу, но на мой Рутюб. На сегодня это все. С вами был Константин Лазарев и вы были на канале «Лазарев Тактика». Пока!